Да, мы вообще с вами еще не раз не разговаривали, я вас не помню. Откуда? Ну, из Техаса вообще-то. Как у вас отмечается сегодня День Отца? Я думаю, так же, как и везде, как обычно. Он как-то по-особому отмечается, праздник-то семейный. Ну, русскоязычные просто вот к чему, что вроде как это не совсем русскоязычный праздник. Не все русскоязычные отмечают, считается американский праздник. Вы отмечали? Ну, может быть, да. Вот. Ну, я бы не... Ну, как? Ну, в принципе, да. Но, вы знаете, как в России вообще-то тоже есть День Отца. Я не знаю, прижился он или нет. Он в другое какое-то время. Не знаю, День Матери вроде в ноябре, День Отца, не помню когда. Не знаю, может быть, и действительно как-то не прижился. Не задумывался над этим. А вы как отмечали? Ну, поздравили отца. Поздравили отца. Дети сводили в ресторан отца на ужин. Вот. Подарили там ему какой-то набор инструментов. Дрили всякую там такую вот беребердом. Ну, традиционно. Так же, как и День Матери отмечаем. Ходим в ресторан. У нас отец американец, поэтому мы как бы отмечаем американские праздники. Вот. А вы садитесь? А, ну, понятно. Я думаю, у вас отец. Вот. У вас, я не знаю, как там. Отца нет. А, я понял. Ну, да, тогда, конечно, надо. Это понятно. Да. Ну, стандартно, в общем-то, так. Больше в рестораны-то, я так понимаю, других поводов нет пойти. Вот я посмотрел. 20 октября день отца в России. Ага. Вот. Ну, я думаю, что он так особо не распространен еще. Я вообще не поняла, зачем они поперенимали все вот эти вот дни. Как бы был день 8 марта и 23 февраля. Вроде как тут поздравляли мамы, женщин, там отцов и мужчин. Зачем добавили вот эти вот праздники, которые, ну, не свойственные, как бы, были, да, ни Советскому Союзу, ни России, ну, как бы, они-то как-то особо не переживали. Ну, Советский, да. Да, Советский Союз, он заменил их революционными, вот, а 23 февраля он сомнительный. Не праздник, а дата его. 8 марта еще больше, но уже так привыкли много лет и назвали его международным. Вот, хотя пошел он, вроде бы, от Розы-Люксембург, там откуда-то оттуда. Международный, что-то от Розы-Люксембург пошел. Поэтому же он международный. Ну, да, там многие страны его рожден. Да, он не в России был рожден, но в России сто лет с лишним назад произошла революция, все поменяли, даже чуть русский язык не перебили на латиницу, вот, но это уже не получилось. Ну, много чего, конечно, поменяли, переняли, потому что практически стерли все, что было связано с прежними праздниками. А прежними в основном были религиозные, вот, и это, наверное, одна из причин, по которой, вот, их выкручевывали беспощадно. Ну, например, вот день Джон Мироносец был, вот, ну, что же, кто-то помнит его, никто не помнит. Не знаю, у меня вчера папа позвонил из России и сказал, что там какой-то день Вознесения, как у Христова, ничего не работает, ничего не делает, потому что все отмечают день Вознесения. И коммунисты были, и он был коммунист, и мама была коммунистой, всю жизнь отмечали. И всех детей крестили, даром, что коммунисты все были. И соборы как стояли, так и стояли, никуда не делись. И вот возвещать, и всякие там яблочные спасы, и какие-то, ну, и Рождество, и старые, и это все же как отмечали, так и отмечали, и при Союзе, и после Союза, и никогда не прекращали отмечать. То есть оно, как бы, знаете, превратилось, как бы, такие традиционные. Они вроде как религиозные, но были они как традиционные праздники. Ну, да, да. Ну, так оно, в общем-то, бывает оно, по инерции. Проходит какое-то время уже, потому что предки так отмечали, мы уже так отмечаем, вот. А фактически... Ну, знаете, если вы за это, эти религиозные праздники, они же тоже были, скажем так, ну, основаны на каких-то традиционных. Вот там яблочный спас. Почему он яблочный спас? Потому что там в этот день что-то там с яблоками было связано. То ли их собирали, то ли они поспевали, то ли что-то с ними происходило. Но это было не просто там, этот спас был, стал церковным просто... Потому что было до этого. Они как-то, знаете, там настолько все переплетено. Что-то было традиционное, они применили к церкви. Что-то было церковное, стало традиционным. В общем, такое вот это вот... Ну, в итоге все... Ну, начините, да. Традициями просто, да. И мы рады, что веками, прошли какие-то века, до сих пор там что-то отмечается. То, что отмечали наши там предки сто лет, двести лет назад. Ну, бог с ним. Отмечают и отмечают. Ну, да. Вот тут, кстати, появился еще и день дочери. А, кстати, у нас пишут, что его 25 сентября отмечают. Вы что-то слышали об этом? Я не знаю. Вы знаете, как я слышала? На фейсбуке. Вот как фейсбук откроешь в этот день, вылазят какие-то, значит, спасибо, что у меня есть моя дочка. Все начинают постить фотографии дочек. Тут я понимаю, что есть день дочери и сама пишу дочке тоже. Потом какой-то есть день даже сына. И в какой-то день я начинаю видеть, что все американские мои друзья на фейсбуке начинают постить фотографии своих сыновей. И тогда я осознаю, что какой-то день сына происходит. Ну, тоже такие праздники, знаете, прикинутые за уши. Они, естественно, не выходной день, не бой. И вы знаете, я считаю, что вот эти магазины, департмент-стор, да, они на этом только наживаются. Для отца все за месяц рекламируют, пойдите купить и отцам подарки, дрели и отвертки, да. Матерям надо всем пойти купить там какие-нибудь цветы, еще какую-нибудь фигню, либо заказать эти цветы, которые стоят три раза дороже в день матери, чем обычный день, да. И еще попробуй купить эти цветы. Ну, да, да, для того и, да. Валентина. Их еще и... И так же Россия, я так поняла, сколько там капитализм, они быстренько сообразили, что можно на этом наживаться. И просто это праздники быстренько адаптировали в плане именно наживания магазинов и бизнесов. Вот я считаю, больше... А это еще, да, это еще происходит. Это еще происходит потому, что их как-то вдруг стало резко много, и как-то массово это пошло. Ну, то есть попахивают компаниейщиной, ну, а когда компаниейщина, такое никогда не ценят. Поэтому... Вы знаете же, да, что День Валентина, он конкретно был разработан вот компанией Дибирс, да, которой нужно было алмазы там продавать или бриллианты. Вот День Валентина они адаптировали просто изумительно. И провели такую маркетинговую кампанию, которую теперь в учебниках по маркетингу рассказывают, как раскрутить никому неизвестный, никому не нужный праздник. Что-то такое. Да, и как в паре то, что вам не надо, да. В паре то, что вам не надо. Как продать ледовский мошенник. Или алмазы, которые не стоят столько, да, продавать за какие-то тысячи там долларов. Ну, да, да, это мы так и наблюдаем. Это и права, и права женщин. То же самое, кстати, было, потому что надо, чтобы женщина вышла на рынок. Вот, новая потребительница, мужа не спрашивала. Она вышла на рынок, хорошо. А только потом возникает такая странная ситуация, что теперь в семье работают и муж, и жена, и не хватает. А вот раньше работал муж, жена не работал, им что-то хватало. А тут двое работают, и все равно лямку тянут, и едва-едва. А потому что предложение на рынке труда увеличилось, значит, цена рабочей силы что, снизилась. Снизилась, да. А что там в семье происходит? А как бы делать для того, чтобы в семье происходит? Делай деньги, остальное все дреби-бедень. Помните такой мальчик? Дреби-бедень, да. Так они таким путем еще и семью разрушили. То есть, если там раньше семья была действительно очах, и это была такая ценность, то когда женщина вышла на работу, то их быстренько научили, что вообще не нужно одержаться за это. Что вы такое говорите? Что вы такое говорите? You are white supremacist. You are white supremacist. Абсолютно, I am. You are the most dangerous than Al-Qaeda. You are the most dangerous than Al-Qaeda and ISIS combined. Ну нет, democratic values anymore. Никаких демократических ценностей. Не те ценности, неправильные ценности. А эти-то ценности неправильные. Ай-яй-яй. А еще в Тихазе? А, да-да. Вот я еще не читал статью «Политика». Да, непростительно, я же из Тихаза. Ну да, ну все, Вася, надо еще и стрелять. Ой, пистолет надо, кстати, принести. Так, все, не ругайтесь. Редушка лежит, надо принести пистолет. Что? А то выйдет серый волк. Извините. Да, да, вдруг охотник выбегает, прямо зайчика стреляется. Ну, у меня соседи вчера стреляли. Принесли его домой. Да, соседи вчера стреляли, и вопрос, то ли они стреляли по Таргету, то ли они реально, что-то было в лесу, что надо было стрелять. You never know, знаете, сегодня ничего, зайчики вышли, а завтра вон волк. Кстати, выли, вот была полная луна, это самое, не так давно, и я и слышала, как они выли. Так что тут не так уж и безопасно, знаете, тут не только зайчики водят. Лес все-таки, природа, тут кто хочет. Ну да, естественно, у нас говорят, вот здесь живет снежный человек. А что-то он на юге, а не на севере. Ну, как снежный. Это мы его по-русски переводим, как снежный. А он у них называется Bigfoot. Видите? Да, Bigfoot. Bigfoot. Коричневый. Понятно. Он коричневый. Ну, аналога на русском языке я, кроме как снежного человека, не могу придумать. А, я понял, я понял. Да, какой-то, говорят, ходят и вообще называют, что вот именно вот эти вот заповедные земли индейцев, это вот их прямо столица. И возле меня, вот тут рядом, раз в год фестиваль проходит в сентябре, проходит фестиваль снежного, вот этого Bigfoot'а. Ага, понятно. Я думаю, что он получила права на торговую марку, сказала, это наши. И периодически вылазят, что видели его то во Флориде, то по Алабаме. Очень сильно обижаются местные индейцы, местные жители, потому что этот бизнес уплывает из рук. Тут все, тут сувениры этого Bigfoot'а, названы все кабины Bigfoot'а, место, где можно смотреть, фестиваль Bigfoot'а. Все с таким снежным человеком связано, и вдруг другой какой-нибудь штат периодически говорит, мы видели у нас. И клахомцы очень обижаются, они говорят, это вранье, только у нас он живет. Поэтому меня так напугали этим Bigfoot'ом, что я, честно говоря, боялась по вечерам долго вообще выходить из дома. Вот я не волка боялась, не медведя, я именно вот этого дурацкого Bigfoot'а боялась, и столько они напугали меня, что он тут ходит. Мне казалось, что он в окна заглядывал. Вот все верно. Современный человек должен жить в страхе. Только так. Заметили, сколько? Ну что, ребята, пистолет под подушкой немножко, знаете, помогает. Ну, как бы хожу, я уже тут неделю сижу сама на даче, и, вы знаете, как-то осмелела. Стала выходить, даже по вечерам вот сидеть вот на улице. И, ну, пистолет рядом лежит на всякий случай, но перестала бояться. А вот было моменты, что я прям, мне казалось, что он на меня смотрит вот из-за каждого угла. Настолько они пропаганду этого Bigfoot'а разделили. Ну да. Поэтому не надо это слушать. Да, не надо это слушать. Что вы думаете по поводу инфляции, которая у нас тут происходит на данный момент? По поводу выборов предстоящих. Вы что, верите, что придет Трамп и все решит? Или уже не придет или не решит? Я говорю, кто, что его дискредитирует. Это то, что сделал бы я на месте демократов, если бы я был демократом. Все остальное уже испробовали. Хотя не знаю, в состоянии ли они так мыслить. Вот. Но вы же понимаете, что 4 года назад никаких выборов не было? Ну, конечно, не было. Не, ну как? Все, кладбище всей страны проголосовали. Вы что? Ну да, да, да. Ну да, я считаю, что надо бы у студии Набайна с избирателями встретиться. Как же так он? Так вот он не даст. Он же аж ездил вчера какой-то, фудрайзер какой-то был. Ходил он, встречался там с кем-то. Ну, значит, и с кем встречаться. Он просто периодически забывает, где он находится. С кем, где он живет. Ну да, и кто он такой, как его детей зовут. И вообще, что он президент. То он говорит, что он сенатор. То, что президент Хэррисон говорит. То он 300 лет назад закончил школу. То он 40 лет назад с Путиным встречался. Ну, все правильно. Ввиду ли, да. Бушизма у нас уже был. Вам не напоминает ситуация сейчас, как это был поздний Советский Союз? Когда вот у нас тоже все правители были такие, пенсионного. Дорогой Леонид Ильич, да? И вот это вот... Дорогой Леонид Ильич хотя бы не падал. Он хотя бы не падал. И не зависал. И не зависал хотя бы во время разговора. Самоходный дед, да? Да, самоходный дед. Все правильно, да. Это просто бушечка была. Это бушечка была. Вот у меня видение, что Америку разваливают, причем целенаправленно. То есть просто по плану... Да, по плану. Я совершенно с вами согласен. Да, совершенно верно. Потому что она никому не нужна. Она мешает со всеми своими правами, законами. Традициями. Она мешает. Она мешает без неограниченной власти. В том числе власти денег. Вот. Поэтому, да. Ну, вы же на юге живете. У вас там как с термитами есть проблема в Техасе? С термитами или с пермитами? С термитами, термиты. Ну, в южных штатах это обычно проблема. Без страховки от термитов даже дом не сдашь в эксплуатацию. Правильно. А что термиты делают? Ну, пойдите, объясните им, что нельзя дом кушать. А еще лучше раковые опухоли объясните. Что если она будет жрать организм, то организм помрет, и она вместе с организмом тоже помрет. Вот. Попробуйте мне потом рассказать. Она вас послушала? Вот. И слушала ли вообще? Хорошо, я вам так возражу. Разница между термитами и раковой опухолью может быть в том, что недостаточно они осознаны. То есть они едят, потому что им надо есть. Или растут, потому что надо расти, не осознавая, что есть хост, да, то есть этот хозяин, которого они в конце концов съедят. И оно, или там дерево термит съедят, и дерево рухнет и помрет. Ну, да, все правильно. Эти-то знают, что они разрушают страну. Эти-то знают, и они все равно разрушают страну. Ну, вы серьезно так думаете? Вы знаете, что они такие тупые, что они не знают, что они разрушают. Это как у меня папа говорит. Ваши там правители в США, они понимают, что они делают? Я говорю, да, они понимают, поэтому они это делают. Абсолютно понимают. Они это делают сознательно. Да, мне можно все Совершенно верно Я крутой И мне можно все Мне за этим ничего не будет Вот и все, всегда так было Это сейчас доходит уже до какой-то Высшей точки Но вы же учите, есть огромное количество Идиотов, которых это устраивает Которые приезжают в ваш Техас Из какого-нибудь драного Нью-Йорка Или Калифорнии Они обустраиваются у вас За кого они у вас голосуют За демократов, конечно же Я ничего не перепутал Я ничего не перепутал Губернатора выбрали там по лезвию бритвы Там был очень маленький Процент между голубым Демократом, кандидатом Губернатором И нашим губернатором Все были в шоке Не 10%, не 20% Там, по-моему, 2 или 3% Была всего-навсего разница То есть, если наш губернатор выиграл У него было там 52% А у этого бета-арурка Который был голубой кандидат От демократов У него было 48,5 или 49% Ну, в общем, прошли по лезвию бритвы Да, совершенно верно Да, демократические выборы Губым, демократическим Представьте, что будет уже дальше А дальше нужно отменить коллегию выборщиков Чтобы демократы побежали всегда и везде Потому что One man, one out Вот это то, что вам скажут И лохи будут слушать и говорить Да, конечно, конечно Ну, вы знаете, политика демократов очень интересная Давайте дадим всем всего побольше Бесплатно За счет трудящихся, которые голосуют за республиканцев Да, те пусть работают и платят А мы будем покупать, голосуем бесплатно Да За счет white supremacists Совершенно верно За счет вас, за счет меня Да, мы с вами white supremacists А вы и я У вас какое настроение? У вас позитивное, негативное? Вы думаете, что-то изменится лучше? У меня, честно говоря Ну, мне кажется, что уже все Уже черта пройдена Уже назад не будет Вы знаете, я скажу одно Какое отношение? Ну, черта, если пройдено Будет что-то другое На месте Америки Как что-то появилось на месте Римской империи Только и всего лишь Вот В конце концов, я смотрю на это Так, знаете, по-философски Если вы помните, много лет Опять-таки, в обережении Я воспринимаю все слишком серьезно И близко к сердцу Потому что мы живем здесь и сейчас Во-вторых, если вы помните Много лет говорили Вот всякие там Долбанные предсказатели Что сорок четвертый президент Америки Будет последним Так? Да, было бы Ну, так вот так и был Вот А кто сорок четвертый на самом деле? Трамп Он сорок четвертый, а не сорок пятый А если вы считаете Кливленда два раза Тогда он сорок пятый Но Кливленд-то был Один президент, правильно? Ну да Только он спирал Он как Путин, да Путин Медведев Путин Вот так и с Кливлендом было Поэтому Трамп сорок пятый А после Трампа что? Байден президент, что ли? Серьезно? Ну, если он президент То я балерина То я космонавт, да? Да, да, да Ну, вы знаете Вот я смотрю Что американцы Американцы Они Некоторые Вот выпустили книгу Недавно Американский автор Называется Control Demolition of American Empire То есть Контролируемое разрушение Американской империи То есть Как вы и сказали Что в мире разрушится Будет что-то другое Ну, а что другое То есть их план Что разрушить страну Как Юниен И разбить по разным штатам Или там будет Часть штатов будет У нас Часть штатов другая Там Техас выйдет И что это будет? Тут другое Ну, вспомните, кстати Когда Избрали Буша Была такая карта United States of Canada Вот А под ним Jesus Land Помните такую карту? Что-то я припоминаю Да, да, да Угу Вот, вот, вот Ну вот, да Вот Я Заметил такую вещь Что Когда Цивилизация Достигает Какого-то уровня Она почему-то Включает Механизм Саморазрушения Скорее всего Это от гедонизма Потому что Если вы хотите Получать какие-то Удовольствия А вам в какой-то момент Становится скучно Вы уже все попробовали Хочется что-нибудь новенькое Ну, новенькое Вот Кстати, это я читал И у многих фантастов Жители это творят Это те, которые к власти приходят Которые, извините Сатанисты натуральные То они на остров ездят С детьми То они жертвы какие-то То они сатанистские Какие-то ритуалы Исполняют То есть это же не большинство Большинство Это вот какая-то Верхушка И они Притягивают Дают права и льготы Вот эти Таким же Дебильным Ненормальным Как и они То есть у нас можно Всяким конкуртором Все А если ты мать с детьми И себе У тебя ничего Да Так а то и жители Ну, и жители Жители это делают Ну, смотрите Вот вы сами сказали У вас С минимальной разницей Пока победил красный губернатор У нас правда Был по-другому У нас в 21-м году Демократы пролетели Как фанера над Парижем Вот После 20-го года Вот Даже те Кто голосовал за Байдена Это у вас Янкинс был Да Да Я помню Всего Янкинс За ним Знаете Я вам сейчас Кое-что покажу Вы говорите Это люди Переходят Вот я вам просто Покажу Кое-что Специально Сохраняю Вот Смотрите Вам видно? Да Алерты Демократ Ага Дальше Тут что? Да Да Немножко Пикселить Немножечко Что-то видно Вот И вот То есть Это на этом Вот эта тварь Строит свою Да Вот это вот Строится Его Избирательная Компания Ну вот Кстати еще Оно же Оно же Вот на этом Строится Его избирательная Компания А избирательная Компания На чем Строится на том, чтобы деньги отправлять в Украину и на том, чтобы изменить заражение ЛГБТ всякие тут. То есть на извращенцы. Ну, за это голосуют. Ну, за это да. Да, да, конечно. Да, да, да. Америка перетопчется. Вот. Самое главное в Украине и Израиле. Это да. Ну, и тем не менее, что за них голосуют вот массово. То есть для того, чтобы они пришли к власти, нужно иметь достаточно идиотов, которые их поддерживают. Вы захотите избавить их от плохого правителя? Огромное количество сказали, что он им нравится. Ну, так вы же понимаете, почему. Потому что если этот нормальный правитель говорит, надо больше работать и поднимать страну, а эти говорят, не надо ничего делать. Мы вам денег дадим просто потому, что вы с этого сомнительства. И мы вам дадим столько, что вы будете ходить, и на вас никто не сможет даже рот открыть или там... То есть вытаскивают всю вот эту шушеру. И на это... В нормальном обществе здоровом должна была сидеть под шконкой и не вылазить. Тут они их вытащили. Все эти фрики повылесовали, их поставили на пьедестал. Но вы понимаете, что это же идет сверху, не снизу вверх, а сверху вверх. А сверху, а почему республиканцы это дело слопали? А? Почему они в таком случае не тормонули это дело? Да потому, что там половина у них у самих за это. Вот и все. Да, говорят же это юни-юни-пари. Да, то есть юни-пари. То есть они голосуют одинаково. Они, если демократы голосуют только все за свои демократические дела, то у нас половина республиканцев голосуют с демократами. Посылать деньги украине. Да, он или Ленси Грехом лазит, да, и говорит, давайте побольше денег украине. А он же республиканец вроде как считается. То есть у нас рыба гниет с головы. Да. И те, кто прилет к детству, к сожалению, пришли одни деграданты и фрики. Ну, смотрите, у вас детям сколько лет? Ну, они уже взрослые. Ну, они же тоже будут дети. Нормать не успеете как бабушка у вас делаю. Ну, да, что вы думаете. Я тоже вот все нормально, нормально, бац, и оказывается дед уже, потом бац, еще раз дед, бац, и еще раз дед. Когда это со мной не случилось? Ну, с вами будет то самое. Не расстраивайся. А так и почему вы спросили насчет, что будут дети? Я как бы, у меня дочка замуж вышла вот недавно, как бы надеемся, что должны быть скоро дети. вопрос другой. Надо следить за... как их будут воспитывать. Вы знаете, я сегодня встретил одного мужика, он живет на Аляске, но у него, по его словам, 12 детей. Я тоже его сегодня встретила, поздравила его с днем отца, показал мне сынок. У него сын уехал один из сыновей в Россию, уехал уже четыре года назад, там живет, там у него тоже уже четверо детей, по-моему, или трое, четверо детей, то есть он и он уже готов Аляску по этот, сказал, туннель будем делать, туннель в Россию и, значит, Аляску к России присоединяет. Да, да, там многие об этом говорят, я не знаю, что. Внуки не будут жить под вот этой вот сатанистской как бы политикой. Но он сбежал, да, он сбежал на Аляску, потому что, говорит, жил раньше в Орегоне. В Орегоне, да, в Портланде он даже. Да, я в этот Портланд чуть было в свое время не переехал, я тогда жил в Индиане, но я еще не знал, что к чему, вот, и рассматривал так, думал, ну, мало ли что. Вот, там какой-то марш что ли в Киеве был сегодня, 16-го, они что, не боятся ходить по Киеву? Ну, радужные были марш, марш, радужные, радужные, пишут украинцы. Ну, украинцы эти самые. Демократические ценности несут. Я понял. Они пошли в России, я сижу плотно в Твиттере сижу и читаю всех, кто там, ну, Илон Маск и всех, кто там, вот это, ну, самые популярные такие вот известные блогеры, такие вот известные американские, как бы, да, Кеденс Овенс, там, ребята, которые, ну, миллионы аудитории подписчиков у них, да, и сам Илон, да, и вот я за ними слежу, я смотрю, что вот это вся, там, слова Украине, ну, уже вообще ушла, уже вообще, этот, если до этого... Ну, это мало, надо, надо, когда на них отходит Хантин Сизм, да, там уже соуживаем, понимаете, да, так, да, когда это самое, да, поснимал, я уже много флагов, уже я их не вижу вообще нигде, раньше я их видела, эти флаги вместе с радужными рядом висели, всегда все исчезли, вот это правильно, вот это, кстати, правильно, они с радужными и должны висеть, да, вот, и, а если вы в Твиттере, вы знаете, как интересно наблюдать, значит, если вы видите, что вот, ну, иконка этого человека, фотография там идет, ну, биография, да, то есть страничка человека, лицо, и дальше там, если радужный флаг, если там шприц, поклонник укольчиков, будет он, какая-нибудь там фотография Байдена, или Хамала Байден-Харрис, и будет тогда обязательно украинский флаг, вот, я только за, я только за, прививки, и, я только за, я только за, потому что, да, совершенно верно, еще надо, чтобы футболочка была с надписью, я дурак, они прикольные мимы делают в Твиттере, я их ворую себе, там, значит, фильм этот был, который пианист, известный фильм, и стоит, значит, этот пианист, когда его там, ну, его же приютил там немецкий офицер, если вы помните этот фильм, там был известный пианист, он был еврей, и, в общем, он там прятался, прятался, он пропал, в дом германского офицера, а у него стояла пианино, а он там играл, а этот оказался любитель музыки, и он настолько вдохновился, что этот еврей такой талантливый, и он его сохранил, и когда война закончилась, уже там, пришли наши, и он, значит, сообразил, что надо выходить, и уже, значит, ну, немцев уже выбросили, и он выходит с поднятыми руками, и табличка, значит, докажи, я говорит, скажи там, я говорит не идю, я говорит этот, я дурак, я свой, я, говорит, дурак, докажи, и там желто-полосатый, желто-синий флаг написано, слава Украине, я с у you, говорит, я дурак, докажи, что ты дурак, слава Украине, то есть уже такие мимы, вот американцы, у К�елина, вы показываете им, что, во главе так называемой Украины стоит кто? Пианист? Ну да. Он так замечательно. Вы знаете, картинку видели? Да, вы видели картинку, это самая была подпись Байдена, это чвошник, вот, и Байден значит, говорит Блин, пиано, I want to see this. Ну, слушайте, ну реально, вот, этот республиканцы стебутся над все, что касается Зеленского Там главное не это Они же Илона Маска внесли на миротворец, и сейчас на днях его тоже внесли в какую-то очередную какую-то организацию, его Такера Карлсона внесли, Скотта Риттера еще куда-то, другая еще какая-то организация тоже там, ну ну, лист, короче, смертников, в общем, опять Илона туда тоже внесли Это уже дополнительно Илон потребовал, что, говорит, это вот это вот МГО вот эти, МГО, говорит, это давайте, говорит, начинать какую-то, ну какой-то с них требовать какую-то ответственность, что-то это такое говорит, эти уже организации расплодились направо-налево никакой с них ответственности, они просто называются, что они типа МГО, да, они коммерческая государственная организация и творят что угодно в общем, вот они внесли очередную партию, значит людей в этот лист но у них там уже же и поп-номиротворцы это, да, Францисс и он ну, ну да, это да, это там самые лучшие люди, самые ценные это большая честь туда попасть ну да, лучшие люди в городе лучше дело-другое дело-другое да, но в этом же чтобы 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 ну, вот это не произошло понимаете, промывка мозгов-то со школы идет у детей у меня тут есть знакомые с русскоязычной комьюнити у которых дочка сказала, я я мальчик понимаете или там я люблю мальчиков или люблю девочек ну, в общем, не тех своего пола это же горе какое для родителей а им это голову поморочили по 20 лет по 20 лет девочке сколько лет девочке сколько лет 20 лет девочке я сообщила родителям своим что она, значит ну, будет выходить замуж за девочку а родители жили с ней и не знали понимаете, что вот такое в башке у человека а в школе-то вы это время промывали и мозги а у меня сын-то помладше и он вот, когда был в хай-скулу только сейчас он студент и сейчас вот ну, встречаться с девочками здесь вообще невозможно вообще невозможно я его посылаю сейчас в Россию сейчас мы вместе с ним полетим и надеюсь, что через пару недель мы с ним уже будем в России будет там искать а в чем проблема девочки настолько промытые у девочек мозги что это просто нереально то есть, либо они ему говорят что я еще не определилась я мальчиков или девочек люблю при этом девочка была из консервативной семьи и встретили мы их на митинге этого ну, GOP был митинг GOP и я там встретила то есть, этот, ну, как они на русском называются забыла для этого пары ну, это в республиканской в республиканской паре, да был нытьен, был день рождения Линктона и была вечеринка для членов республиканской партии и я ходила туда и там был дядя с этой девочкой очень красивая девочка стройненькая в таком был официальном костюмчике я ее быстренько сыну под это подтянула он с них посходил на свидание я говорю, мама, никогда больше мне никого не я говорю, так я тебе его взяла с дядей она была там в костюме, в пиджаке, в юбке сказала, что она консервативная она говорит, у нее было уже несколько юлфренд с которыми она спала у нее были бойфренды, с которыми она спала и она сообщила, что она не определилась еще она вообще по девочкам или по мальчикам я ловлю в шоке а сколько ей лет? по двадцать, вот девятнадцать-двадцать вот так знаете я так расстроилась я-то думала, что я... вот мы все это наблюдаем одно и то же не вы первая мне это говорите не вторая и не десятая и я просто задаю такой вопрос а кого хрена мы тут делаем? мы в Россию едем нам уже все я не вижу уже улучшения никакого я сейчас ездила в Россию вы смазали лыжи туда насовсем, правильно? ну я уже съездила я уже съездила раз потом я поехала уже прописалась купила квартиру прожила там почти семь или девять или восемь или девять месяцев я прожила вот я сейчас приехала у меня у дочки свадьба была вот и сына теперь я обратно забираю уже сына и возможно даже и мужа вот ну у мужа тут сработающие варианты но сына я на все лето забираю там посмотрим может мы его уже переведем заканчивать университет если получится уже там в России ему один курс остался ну я уже отчаялась он говорит инженер электро... ну по электричеству короче инженер по энергетике вот энергетик инженер энергетик а где в России вы решили остаться? ну мы сами из Кубани поэтому мы туда но ему придется наверное в Москву мы нашли там МФТИ хороший там есть факультеты специализация которую он хочет там институт плазмы он именно вот плазма робототехника и чипы вот это его наш университет в Техасске он именно специализируется на чипах то есть он изучал строение он сам дома накупил 3D принтеры и печатает уже всякую ну изобретает постоянно что-то у него просто голова постоянно забита идеями он что-то печатает на 3D принтерах какие-то штуки какие-то дроны к этим дронам какие-то ракеты с гаража у меня запускает эти ракеты которые должны улететь и там сбрасить не просто сбросить гранату а этот дрон должен полететь и с него выпускается ракета и ракета должна куда-то с дрона прилететь и он сам этот дрон собирает на месте он все эти чипы покупает в Китае чипы сам их монтирует на дроны печатает эти лопасти печатает на дроны и у него там все летит куда-то жужжит в общем у него он уже запатентировал 3 изобретения своих патенты за файл в общем такой вот этот талантливый и в общем я вот сейчас его забираю с собой потому что я поняла что у меня ребенок не женится тут и девочки даже невозможно он говорит 30% индуски в колледже в университете 30% китайки азиатки и остальные там смеси черные непонятно кто они там то ли девочек они любят то ли они непонятно кого любят а еще сейчас мода заметьте пропагандирует это как кардашьяны завелись они пропагандируют что с черными надо водиться то есть чем девочка красивее и интереснее тем у нее должен быть больше черный парень вот в школе говорят все эти черлидеры которые самые красивые спортивные девочки они все с черными вы понимаете для чего это делается конечно понимаю надо белую расу вывести вообще извести на нет только наверное и он это понимает плюс в том что вот его поколение мальчики и кстати это же не он один а все поколение его мальчиков у них все такие же проблемы один в один то есть девочкам так мозги промыли что понятие семья дети у них даже мысли такой вообще нет у них только выставить себя в голом виде на инстаграм это если раньше мальчики посылали или там просили у девочек фотографии там интимных мест сейчас девочка вперед тебе пришлет то то что ее никто не просил вы представляете и я ему сказала если ты хочешь иметь девочку встречаться и жениться тебе тут варианта нет а что говорить его отец мой муж тогда еще привозили когда открылся советские границы открылись после распада помните какой поток был американцы приезжали женились и привозили я на работе познакомилась но у меня очень много знакомых которые из Украины их там вывозили просто пачками вот это вот по интернету знакомились и ездили туда американцы но в России не так это было а вот украинок очень много у нас на одну русскую здесь 50 украинок которые вот так вышли замуж за очень старых каких-нибудь там пожилых американцев и их ну привезли сюда американцы эти ну что вы хотите украинка что-то такая они все слабые напередок вы же это знаете лучше меня ну наблюдаю хочешь гарантированно стать родоносцем женись на хохухе не ошибешься мужики ну вы прямо как будто вы тут как будто узнаете все эти женские тайны понаблюдала да есть тут какие тут тайны господи я не знаю ну я не буду понимать ну ну что на контактности у нас же понимаете как началась спецоперация все же полностью разысрались это же все украинки с которыми мы общались по 20 лет они нас всех кто у нас у нас русских мало а то что я говорю украинцев их же привозили по интернету а у нас в основном вот ну через знакомых там или вот ну слава богу что они вам нужны ну слава богу например никто с нами не общается больше ну слава богу о чем с ними общаться ну мы как бы их не заблокировали а они нас позаблокировали они посчитали что мы дорогие народы ну и все они они просто они всегда такими были вы хотите чтобы они дальше притворялись они что другими вы вообще на этой украине бывали хоть час я была на экскурсии в детстве в Киеве вы знаете что интересно то что я ходила например к массажистке украинке или я ходила допустим маникюр делала там украин ну такие вот знаете ну мало квалифицированные работы они же этого Зеленского просто в пух и прах материли они же просто возмущались какой он козел он обещал войну прекратить да мы ему вот они просто критиковали как только СВО началось но вас все равно заблокировали меня заблокировали флаги украинские поставили Зеленский ну и все воюйте дальше я вообще ну вы же только вчера его просто трехэтажным вы же говорили что на Украине какой кризис радоваться надо да вот и все глюнь там вся трава это хорошо я вам скажу сказала то есть мы лыжи назад ну ради детей ради детей мы я тут и в лесу с мужем мы в лесу переживем но сыну то жениться надо понимаете надо же внуков надо невесту придется ехать с ним он же там один ну как мы его туда отправим в Россию а мы тут что сами без него останемся придется нам тоже ехать вот поэтому ну переедете в Россию и что там я ну переедете в Россию все и что и что где был у него шанс там жениться внуков тут шансов я не вижу вообще никакого с такими промытыми мозгами девочкам тут не вариант ну не вариант то есть это мы в Техасе это мы в Техасе это мы да у нас же губернатор книжки ЛГБТшные выкинуть в библиотек библиотеки были закрыты на месяц все библиотеки штата и Кауни были библиотеки закрыты они чистили библиотеки вытаскивали ЛГБТшные книги представляете это в Техасе подняли во эти либералы во всех соцсетях по всем программам значит наш губернатор сравнили его с Гитлером который жёг книги вот это очень просто вы этих извращены вот я не могу понять одно понимаете тактика неправильная надо сказать одно ну это извращенцы ну что вы их слушаете слушаешь извращенцев туда к ним давай туда и всё их нечего даже слушать вообще вообще нечего слушать никто из вас никак вот последнее я вам скажу вот значит я в соцсетях да мне интересно соцсетей читать в плане анализа ситуации то есть что творится в США там же сам американцы сидят ну вот этот американский фейсбук и твиттер и очень интересно наблюдать как бы ну то что говорю поменялось отношение убрали эти флажки украинские многие поубирали вот либо ЛГБТ добавили себе вот они там ЛГБТ флажок и флажок Украины как украинцам это не стыдно что все ЛГБТ стали на защиту Украины они гордятся этим господи а что стыдится они сами такие же начался же вот этот месячник этого ну вот этих ненормальных ну да гордости то что они ненормальные они этим гордятся они гордятся что они гордятся что господь их выбраковывает чтобы у них не было потомства они этим гордятся вы знаете вот кто-то гордился вот кто-то родился с недоразвитыми конечностями я горжусь кто-то родился слепым я горжусь что я слепой кто-то кривой родился я горжусь что я кривой понимаете кто-то глухой я горжусь что я глухой все же просто у кого-то заячья губа я горжусь вы знаете какая у меня крутая губа не то что у вас правильно ну все же просто они этим гордятся слава богу вычищение вычищается Почему вот эта последняя капля в том, что уже надо вывозить детей, если еще дети студенческого и моложе возраста, что еще не сформировано до конца, почему вывозить надо? Вот смотрите, соцсети, я захожу в фейсбук, 1 июня начинается вот этот месячник вот этих ненормальных фриков. Захожу, полицейский департамент нашего кауни, который считался красным, ну краснее, уже только советский флаг был краснее. Такая была красная кауни, полицейский департамент нашего кауни поздравляет все ЛГБТ-сообщество с праздником и ставит иконку, значит ЛГБТ-праздник. Ну начинаю в комментариях читать, там некоторые люди, какого хрена, вы что вообще, вылезли эти ЛГБТ-шники, спасибо, мы рады, что полицейские с нами, мы рады, что вы нас поддерживаете. Ну вы посмотрите, это все делается так, прежде чем все это дело внедрять, они внедрили во все рабочие контракты пункт, что вас могут просто вышвырнуть с работы без объяснения причин, совершенно верно. Потом просто, чтобы вы потеряли работу, но система может победить только система, ничего, конечно, хорошего из этого не выйдет, но с другой стороны, понимаете как, для меня картина упрощается. Если они тут все, извините, пидоры, ну так все, я даже их не слушаю. Вы мне рассказывайте, кто что там пишет, я уже давно их не смотрю, не читаю, мне неинтересно изначально. И более того, у меня вообще сейчас такой вопрос, на какое время мне сдался английский язык? Я его знаю, все, что надо было, я на нем прочитал, посмотрел. А что сегодня на нем? Да ничего сегодня на нем нет. Вот сегодня, не вчера, не сто лет назад, понимаете, там не классика, это понятно, а вот сегодня. А сегодня ничего нет, абсолютно ничего. Ну да. Ну да. Мне просто не нужно, мне не учились им вообще никак. Так что учиться на русском языке. Если говорить переводчикам, которые китайский язык знают, там бешеные деньги. Просто на расхватку. Переводчики требуются, которые китайский язык знают, то есть рынок переориентировался на китайский. Кстати, машины китайские, вы знаете, я была в шоке в России. Какие шикарные китайские машины электрические ездят. У нас-то рынок закрыт для электрических машин. Я иногда даже прям подходила к водителю, говорю, что это за чудо такое, это что за машина? Он на меня смотрит, китайская, а что? А где продается? Он говорит, да вот там деларши продаются. То есть для меня это, я говорю, вы извините, я первый раз вообще такую модель вижу, никогда не видела. Оказывается, у них это там, ну полгорода на таких ездит, да, я вообще не видела. И выяснилось, что их там и разные цвета, и разные модели, и гибридные, и полностью электрические, какие хочешь. И рынок заполнен, их там полно. И такие цвета, и такие модели. У нас только Теслы такие, там они уже Теслы переплюнули по внешнему виду. А мы не знаем, потому что у нас американский рынок закрыт. Ну да, я в курсе. Да, тут время остановилось. Это, я с вами согласен полностью. Еще, заметьте, вот я, вот вы общаетесь, я общаюсь, абсолютно все говорят одно и то же. Все, вот вы и я, мы все говорим одно и то же. Ну, вы знаете, я бы рада была, если бы это было правда. Но я вот наблюдаю тут некоторых известных блогеров, которые живут в Нью-Джерси, в Филадельфии. Их послушаешь, Америка, город на холме, до сих пор тут демократия, до сих пор тут просто, тут свобода слова, инфляции нет, в Америке все шикарно. Как там насчет, да-да, как там насчет Ската Риттера, почему он не попал на опору в Петербурге? Ну то, что его паспорт же забрали, остановили же его там, паспорт забрали. Кто забрал его паспорт, потом скажут, что никто не забирал, да? Как это забрали? Вот вспомните, у Сноудера на паспорт аннулировали, а не забрали. Да, аннулировали. А тут кто-то забрал, а кто такой? Он сказал, что ему квитанцию не дали, вот о том объявлении, документа не дали. Взяли и вывели просто так, вот и все. Не, ну кто хочет, пускай там живет. Я не знаю, правда, каких блогеров вы говорите, я никаких там не смотрю. Вот, ну к некоторым блогерам я попал, вот не там, но тоже в дом попал. Можете посмотреть, если хотите. А кому вы попали? Смотрите, может вы меня уже видите. Ну последний раз я попал к Федору Полеву из Череповца, вот этому ювелиру. Да, у нас есть, у меня три разговора с Федором было. Да. Вы видели, наверное, метод. Да, ну вот видите, вам повезло. Да, у меня только один там. К деду Щукарю попал недавно. Вова Зелевова там был у меня, еще там кто-то. Ну, к некоторым я попал. Пускай это вот, я не знаю, вообще-то живое общение всегда лучше, чем какое-то постороннее. Ну, как бы там ни было. В свое время я вообще узнал об этой рулетке, об ее существовании, где-то лет пять назад. Вот так вот на Ютуб зашел, увидел там какой-то Горбовский с километром Гавариев. Думаю, что это такое. Ну, смотрел так, довольно интимно. Он хороший, довольно интимно. Ну, благодаря ему я просто узнал, что есть рулетка. Да, да, да. Ну, знаете, я, вам будем сказать больше, я знаю одного безвуку с этой, с Украины этой, значит, которая попала сюда, получила ТПС, Temporally Protected Status, потом продлигала его. И, знаете, она два раза получила приглашение на голосование. Оба раза. Она никакая нафиг не гражданка. Ну, так что все. Ну, если им нравится, то что... Это Бабичев, если вы не знаете, вот это Бабичев Горбовскому. А, Бабичева я знаю. Ну, я не знаю, что он там. У меня несколько раз с ним встречи были, они ни к чему не приводили. Ну, не знаю, что он там говорит. Потому что он Горбовскому плял, рвал вот так рубашку на себе, что только с паспортом голосовать в Америке по-другому никак. Что не могли покойники или там... Не знаю, он в Нью-Йорке вообще-то живет. Да, он не в Нью-Йорке живет. Он жил в Нью-Йорке раньше. Он был раньше в Нью-Йорке и голосовал в Нью-Йорке. Я посмотрела прямо в Нью-Йорке требования проголосования. В Нью-Йорке ничего вообще не надо. Никакого ни ID, никакого паспорта, ни драйвер-лайсенс. Вообще ничего не надо. То есть буквально ты просто пришел и сказал, что ты гражданин, голосуй. То есть несколько штатов, в которых вообще ничего не требуют ID. Это даже беззаконно требовать ID. Это дискриминация. Понятно? А он доказывал Горбовскому, что только с паспортом, как в России. Вот как в России. Что в России действительно с паспортом надо прийти, получить бюллетень в руки, зайти в кабинку, сделать отметочку и самому кинуть в урну. А он рассказывает, что вот так вот в Нью-Йорке, вот так он голосовал в Нью-Йорке только с паспортом. Какой с паспортом? О чем ты вообще? Вот такой бред несут чудо. Это давно он рассказывал Горбовскому? Давно? Это давно Горбовскому рассказывал? Сейчас я вам скажу. Зайдите обязательно к Горбовскому, посмотрите. Было с Бабичем, ну может быть месяца два назад. Я была в России еще, когда я видела этот ролик. Я здесь уже где-то полтора месяца дела свои заканчиваю. Ну дачу надо продать, сына собрать же в Россию с собой. Поэтому я уже вот на чемоданах практически сижу ехать обратно. Но было вот перед моим отъездом. А приехала я в начале мая. То есть это было либо в апреле, либо в марте. И он вот этот бред нес. Я потом даже, ну, хотела ему сказать. И мы с ним больше, ну я на рулетку не выходила, у меня не было времени. Но вот хочется сказать, что ну как можно такой бред нести, выдавать это за истину. А у него там куча подписчиков, которые же слушают его, понимаете, верят, что нельзя было подделать, потому что надо с паспортом ходить голосовать. Это неправда. Там целая куча штатов, которые говорят, не требуется вообще никакого ID. Нью-Йорк сам в этом списке, где не надо никакого ID. Не знаю, у нас я, я все, я прихожу с ID всегда. А он доказывает, что не просто с ID, а именно с паспортом. А там не то, что паспортом в самом Нью-Йорке, там не надо ничего. Дело в том, что большинства американцев паспорта нет и никогда не было. Ну вот, а он доказывает, что ну как и в России, с паспортом. Вы понимаете, он какой-то человек, который вообще далек от реальной жизни. Он живет в каком-то районе. Может лично он ходил, может лично он ходил с паспортом, может быть так? Если он сам лично пошел, так не надо говорить, что только с паспортом надо, все голосуют. Если это не так. Я зашла на сайт, прям посмотрела специально, в каких штатах требуется паспорт. Ну вы же голосуете, вы же регистрируетесь, допустим, когда получаете сайт ID, вы сразу регистрируетесь, вас вносят в списки. Там, видимо, проверяют, что вы гражданин. А потом, когда приходите, ну ID достаточно. Ну а если кто-то вообще без ID приходит, то что вы от демократов хотите? Что вы от них хотите? Послушайте, я у меня просто демократ пшел вон с глаз моих. Что вы хотите от них делать? Ну он доказывает, что он... Они голосуют... Они голосуют от Трампа, что он вообще знает, я живу 30 лет в Америке, я все тут знаю. И все время садится в лужу. Вот каждый раз, как он что-нибудь скажет, лучше б ты, Бабичев, молчал про США, если... Но он популярен, он популярен. Ну пускай вот Никель собирает свой Никель с украинцами, ну пускай про Америку не рассказывают, что я его называю недоамериканцем. Мы с Федором, ну про него тоже говорили несколько раз, они же с Федором ругаются периодически. Я Федору часто говорю, что вообще нельзя его слушать, потому что он и реальность американская, это две разные вещи. Вот патрулить хохлов, это он прекрасен, как клоун, который развлекает людей, подходит. Но какую-то реальную информацию получить нельзя от него, потому что он ничего... Патрулить хохлов уже... Патрулить хохлов уже неинтересно, они уже скучные, они... Знаете, как я их называю? Я их называю Шариковым после второй операции. Ну он, Бабичев пользуется тем, что эти Шариковые уже, ну половину мозгов у них... Он на их фоне выглядит более знающим, ну понимаете, он как себя поддиспозиционирует. Да, он прям там спиноза на их фоне. Да, да, такой, я сижу авторитет, я тут все знаю, у нас вообще в Америке все классно, у нас в Америке все круто. Ну вот я... Не то, что вы в Америку сюда попасть можете. Да, да, я их тоже спрашиваю, как они там денег, а вы попили там, Мерседесы это самое, каждый получил бесплатно, да? Пока что продавать их приходится, немцы же не дураки, говорят, Опа, у тебя машина, ага, так эта машина дороже 10 тысяч евро стоит. Ну понятно, понятно, ну вот круто, ее продай, когда деньги потратишь, тогда к нам придешь. С пособием, да? Да, да. С пособием никакого не получат. По многим, да, там многим, кстати, они под шумок получили, похоже, там со многих еще и высчитают. Ну они же замечательные, они получают пособие, и мотаются на свою кукарину, туда-обратно. Вот, беженцы они такие, там война, так они туда мотаются. Потом еще по разным странам, вот, зарегистрировались, там получили, там получили. Ну, чисто хохлятские эти дела, понимаете, они всегда такие были, всегда такие будут. Ну, честно говоря, мне странно, что немцы это терпели так долго, могли бы и сразу разобраться, кто к чему. Ну, хоть потому, что Германия уже давно не является независимым государством. Так давно? Она же купила. Ну, 45-го года не является. Ну, конечно. Ну, конечно, да. Потом я вообще не говорю, если бы какой-то хохляра называет твоего канцлера обиженной колбасой и хоть бы хны. Ну да. Если бы Германия была немного себя уважала, вот, ему было бы дано даже не 24, а 12 часов на сбор шмоток, чтобы вон отсюда нафиг и все. Ну да. А еще лучше, чтобы полиция под белые ручинки, вот, отвела вот так вот, скрутила, самолет бы завела в наручник, вон нафиг отсюда. Ну, сто процентов. Ну, это если бы это страна была. А это возьмется в субботу. Поэтому из Германии тоже надо вот бежать. Ну, держитесь, если что, Техас пока еще держится и, в крайнем случае, они вообще психанутой... No, don't mess with taxes, да? Don't mess with taxes. Ну, в психануте отделиться, скажут, будет Техаско-народная республика. Поэтому у Симпсоны же предсказали... Да не отделиться, Техас, вы что? Это все, понимаете, это все... Было, что Трамп в гробу, а СССР, значит, восстановился, и в Техасе была табличка Техасская народная республика. А обычно же, вы знаете, Симпсон у них... Понятно. Программирование... Да, страшный сон, да. Потом они... Страшный сон. Приходят в Старбакс, вот, хотят кофе, вот, толковый, вот сколько, 150 рублей. Ой, вы знаете, медаль за город Вашингтон, да? Мы, говорит, сидели, и на груди его горела медаль за город Вашингтон. Ну, вот, вот, вы, да. Все правильно, так-то. Знаете, вас... С днем отца, хорошего вам вечером, я уже побежала. Увижу Федора, передам привет от вас. Посмотрите ролики, у Федора есть со мной. Обязательно. А у Горбовского... Ну, я... Послушайте, поплюетесь, потому что он доказывает, что все американцы только с паспортом, а с паспортом нельзя. Вы знаете, я не такой, но я вам сейчас под занавес расскажу историю. Давайте. Я попал когда-то, это было в другой рулетке, и, по-моему, это где-то было года полтора назад, на вот такую, знаете, типичную сведомую хохля. Ну, вы знаете, кастрюлю на всю башку. Вот. И, ну, знаете, он, как говорится, вот нарывается на скандал. Вот. И я, как говорится, дотроллился. Я ему говорю, плюнь в экран. Вы знаете, что случилось? Плюнул. Он плюнул. Собственно. Я обалдел. Да. Он сидит, вот как я с вами. Я обалдел. И тогда, ну, я взял себе, значит, и говорю, плюнь еще раз. И он плюнул второй раз. Ну, вы знаете, теперь я видел все. Все. Идет все. Возьми камень, кинь, кинь, кинь. Не, не, я видел все. Хотя вообще, скажу честно, я все видел в Лондоне, когда я был в музее современного искусства Тейт, вот тот, который бывший электростанцией. Вот тогда я сказал, я теперь видел все. Дело в том, что это шестой по посещаемости музей мира. И вот это получение, это музей современного искусства. Дочка меня туда потащила. Я говорю, нафиг это тебе надо? Вся эта геометрия хрень. Ну, вот, повела. Пришел. Я говорю, вы знаете, я теперь могу, имею полное право, и я им активно пользуюсь, называть все современное искусство, извини, заражение, аном. А знаете почему? Почему? Не образно, а в буквальном смысле. И не в буквальном, а более буквального вы себе и представить не можете. Потому что в одном из помещений, на полочке, в качестве экспоната, была баночка в дом. Да вы что? Баночка, правда. Да. Я это видел так, вот я вижу сейчас вас, даже лучше. Потому что вы по ту сторону экрана, а тут я стоял рядом. У меня челюсть не отвисает. Меня слово с чем-то удивит, но им удалось. И я сказал, знаешь, дорогая моя доченька, теперь я в этой жизни видел все. Пошли отсюда. Больше никаких музеев в Лондоне. Ну, просто тогда я говорю, что современное искусство так, ну, то я имею на это право, что я лично видел. У меня есть доказательства, вот, как говорится, таких, которых нет ни у кого. Музей три. Вот там и на берегу Тензи, на южном берегу. Бывшая электростанция, тот самый, где большая трещина в главном зале. Тот самый, который допротив собора Святого Павла. Я это видел. Вот и все. Ну, конечно, конец света. Что я видел? Когда такая радость идет общество, конец света рядом, скоро нас перезагружат. Будут перезагружать. Что я после этого видел, правда, не лично в Академии искусств, так и называется, Констакадемия в Берлине, то самое, которое рядом с Берденбургскими воротами, я вам не скажу, потому что это, ну, это не каждому языку можно говорить, но это, вообще, Германия в этом плане даст тысячу очков вперед Америки. Вот, я там это тоже кое-что увидел. Мне все понятно уже. Ну, понятно. Это не просто, это Констакадемия, это можно увидеть в интернете. Это здание из стеклянной, прям, ну, там удачно сфотографировали со всех, извините за рождение, пост. И вот видно на той стороне, вот Берденбургске, там, он видел купол Рейхстага дальше. Вот, это здание находится, если вы стоите лицом Берденбургскими воротами, Берденбургскими воротами, на нас, посмотрите, интердолином забрами, это слева, вот это здание. Вот эта выставочка, выставка там была, причем на таком почетном месте. Ну, понятно. Ну, печально. Ну, ладно, вы можете бежать и ужинать. Всего вам доброго. Еще раз в нем отца. Еще, может быть, увидимся. Федора, увидите привет, а я, если вижу, тоже привет от вас передам. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. Он приятный какой мужчина, да? Вот, как говорится, почувствуйте разницу, контраст между этой еврейской общиной и адекватным консервативным мужчиной с консервативными ценностями. Вот. Приятно было даже пообщаться. Ты эрудированный, умный мужчина, который понимает все, что происходит в стране, а не так, а не то, что эти некоторые, которые хрень какую-то несут. Все, ребята, до встречи. Подписывайтесь на канал. До встречи.